Добрый день, уважаемые коллеги! Большое спасибо за возможность выступить на данной конференции. И действительно, Катина Александровна обратилась ко мне с вопросом, что бы мне хотелось знать, как доктору, который выполняет хирургическое вмешательство на молочной железе, до того, как я, в общем-то, начал делать операцию. Прежде всего, нужно сказать, что возраст пациентки и биологический потип опухоли не должны влиять на объем хирургического вмешательства. Сколько угодно можно рассуждать о том, что рак становится моложе, что в каком возрасте пациентке нужно пытаться сохранить молочную железу, а 80 лет уже, что же ее сохранять, 80 лет она и не нужна. Но, наверное, это абсолютно неправильное и абсолютно порочное рассуждение. На сегодняшний день объем хирургического вмешательства прежде всего определяется распространением опухолевого процесса, а не возрастом, а не биологическим потипом опухоли. Для хирурга очень важный момент – это, конечно же, риск местного рецидива, потому что рецидивирующий рак молочной железы после хирургического вмешательства – это ситуация, которая воспринимается в основном как хирургическая ошибка. Это не всегда хирургическая ошибка, это большое количество причин, но, тем не менее, риск местного рецидива зависит прежде всего от частоты краев резекции. После операционной частоты краев резекции, но чтобы достичь частоты краев резекции, нужно соответствующим образом провести тот или иной диагностический поиск. Еще очень важный момент, прежде чем мы начнем обсуждать, что же мне нужно перед хирургическим вмешательством, я бы хотел обсудить догму, которая существует в головах наших докторов, о том, что агрессивную опухоль нужно оперировать и выполнять огромное хирургическое вмешательство. На сегодняшний день агрессивную опухоль невозможно победить с помощью более крупной операции. Это очень важное понимание. Я хочу обратиться к диагностам, которые сталкиваются постоянно с пациентами, с диагнозом рак молочной железы. И если сразу же пациенту говорят о том, что вам показана только мастектомия, то очень потом тяжело переубедить пациенту о том, что это не всегда правда, что можно сохранить молочную железу, что можно выполнить другой объем хирургического вмешательства, и это не значит, что всегда должно быть удаление молочной железы. На сегодняшний день большая часть хирургических вмешательств во всем мире это так называемая органосохраняющая операция, которая занимает подавляющую долю среди всех хирургических вмешательств при диагнозе рак молочной железы. Конечно же, выполняется и мастектомия, конечно же, выполняются сейчас в той или иной степени профилактические мастектомии, но основная масса хирургических вмешательств – это вмешательства, которые позволяют сохранить объем молочной железы. Органосохраняющая операция – это лучшая удовлетворенность результатам и лучшее психоэмоциональное состояние наших пациентов. Потому как мы, в общем-то, научились неплохо лечить рак молочной железы. Да, не в 100%, но при первой стадии мы говорим об излечении 92-93% пациентов, при второй стадии лечит 86-87% пациентов, навсегда избавляются от диагноза рак молочной железы. И очень важным является, конечно же, качество жизни. И сохранение молочной железы позволяет достичь лучших результатов именно в качестве жизни в долгосрочной перспективе. Итак, какие методы исследования существуют и какая ценность этих методов исследования представлена на данном слайде? Конечно же, никто не отрицает, что клинический осмотр является основным методом лечения. Но, к сожалению, он является основным, но при этом наименее информативным с точки зрения доказательной медицины. Момография, момография с использованием различных методик усиливающих, томосинтез, сонография, ультразвуковое исследование на сегодняшний день являются, конечно же, обязательными компонентами диагностического поиска. Но и каждый из этих методов в отдельности не дает, к сожалению, стопроцентной информации, которая нужна нам для принятия решения об объеме хирургического вмешательства. Действительно, МРТ является, наверное, наиболее информативным методом, даже сопоставимым с минимальной инвазивной биопсией. Но, к сожалению, это на практике не всегда оказывается так, потому как магнитно-резонансная методика очень часто дает нам гипердиагностику. И помимо злокачественного образования одного очага, может говорить о мультифокальности, мультицентричности, что также очень сильно влияет на факторы принятия решения. Для принятия решения о том, какой объем хирургического вмешательства нужен, в общем-то, существуют определенные понятия. Нам нужна локализация опухоли, и нужно, чтобы она была определена абсолютно точно, на одном и том же языке разговаривали как диагносты, так и хирурги. Поэтому мы говорим о квадрантах молочной железы, верхних, нижних, латеральных, медиальных квадрантах молочной железы. Мы говорим о мультицентричности заболевания, мы говорим о мультифокальности заболевания, и просим наших диагностов также оперировать этими же терминами. Если мы говорим о мультицентричности заболевания, то это опухоль, которая локализуется в различных квадрантах молочной железы, а мультифокальность – это опухоль, которая локализуется в одном квадранте молочной железы. это краеугольный камень по поводу объема хирургического вмешательства. Потому как от того, как вы опишите образование в молочной железе, очень часто принимается решение об объеме хирургического вмешательства. Потому что, конечно же, в учебниках написано, что все очаги в молочной железе должны быть верифицированы. Но поверьте, на практике в большинстве случаев верифицируется один очаг в молочной железе. Остальные очаги, которые диагностируются с помощью тех или иных методов инструментальной диагностики, В большинстве случаев не подвергаются трепан, биомсии или цитологическому исследованию. Поэтому локализация размера опухоли, количество очагов и их отношения в различных квадрантах являются, наверное, одним из основных факторов принятия решения. Когда мы говорим об органосохраняющих операциях, мы говорим прежде всего на сегодняшний день об онкопластических резекциях, которые подразумевают то или иное перемещение тканей. И локализация опухоли на сегодня не является, по большому счету, каким-то фактором, который может остановить при разумном подходе хирурга в сохранении молочной железы. Мы перемещаем ткани, мы используем лоскуты, и поэтому, если раньше локализация на внутренних квадрантах или верхних внутренних квадрантах в большинстве случаев не давала шанс сохранить молочную железу, то сегодня, в общем-то, локализация опухоли не является таким уж важным фактором в принятии решения. Но это важнейший фактор в принятии решения, когда мы должны знать локализацию, размер очага и наличие или отсутствие других очагов. Очень важный фактор в принятии решения объема хирургического вмешательства – это статус сосково-ареолярного комплекса, как ни странно. Это очень важный фактор для оценки качества жизни в дальнейшем. И очень важно, когда нам описывают наши спецколлеги факторы, которые влияют на то, будем мы сохранять сосок и ареолы или не будем сохранять сосок и ареолы. Размелы опухолевого ложа менее 3 см, отсутствие клинических признаков влеченности сосково-ареолярного комплекса, расстояние от опухолевого узла до соска больше 20 мм и, конечно, клинический Н0. Это те факторы, которые позволяют сохранить или, к сожалению, удалить сосок как таковой во время хирургического вмешательства. Если сомнения остаются, конечно же, отдаётся предпочтение магнитно-резонансной томографии, если встают какие-то вопросы и непонятно о том, какую делать операцию с помощью ультразвукового или мемографического исследования. Сохранённый сосково-ареолярный комплекс – это фактор, который качественно влияет на оценку, самоинодификацию, ощущение жизни прооперированных пациентов. Именно это является почему-то очень важным фактором в дальнейшем. Ещё очень важный момент, когда мы говорим о диагностике, предоперационной диагностике – это статус лимфатических узлов. И, конечно же, ультразвуковой метод в данной ситуации является методом выбора для определения статуса лимфатических узлов. В частности, нас интересует в большинстве случаев, когда мы говорим о ранних формах рака молочной железы, акселярный статус. Есть ли поражённые лимфатические узлы в подмышечной области или нет поражённых лимфатических узлов, принципиально влияет на выбор хирургического вмешательства. Биопсия сигнального лимфатического узла в стандартных процедурах на сегодняшний день у пациентов, у которых клинический Н0 является обязательной рутинной хирургической процедурой. И будет выполняться биопсия сигнальных лимфоузлов или не будет выполняться биопсия сигнальных лимфатических узлов, напрямую зависит от специалисты инструментальной диагностики. Потому что именно он определяет, есть ли подозрения на поражение, метастатическое поражение лимфатических узлов в подмышечной области. Поэтому, когда мы говорим о принятии решения в объёме хирургического вмешательства на молочной железы, конечно же, мне нужно знать первичный опухоль и узел, тип роста, размер, расположение, ориентация, поражение ткани вблизи, конечно же, если всё это возможно. Мне очень нужно знать, если я принимаю решение о неодевантной полихимиотерапии или гормонотерапии, это оценка эффективности лечения, насколько узел уменьшился, изменился и что с ним происходит в дальнейшем. Конечно же, краеугольный камень является статус региональных лимфатических узлов для принятия решения об объёме хирургического вмешательства. И, конечно же, оценка эффективности лечения, потому что на сегодняшний день проведение системной терапии перед операцией у определённых биологических подтипов в подавляющем случае меняет статус лимфатических узлов с метастатической поражённого на лимфатический узел, у которого восстанавливается структура, восстанавливается кортикальный слой. И когда мы можем пациентам предложить выполнение биопсии сигнальных лимфатических узлов. Ну и, как я уже сказал, очень важным моментом является статус сосково-ареолярного комплекса. Статус лимфатических узлов, если мы говорим о пациентах с изначально поражёнными лимфатическими узлами. Очень важный момент и очень важно нам получать от специалистов инструментальной диагностики правильную оценку, особенно после неодевантной терапии. Но наиболее важным, если мы говорим о статусе лимфатических узлов, является маркировка как лимфатических узлов, так и места, где была опухоль после неодевантной терапии или где есть опухоль, когда мы начинаем то или иное неодевантное воздействие. Поэтому маркировка ложи опухоли или лимфатических узлов – современный, абсолютно правильный, стандартный подход в лечении больных раком молочной железы, которым собираются делать неодевантное воздействие. Ну вот для примера, мамограммы представлены на данном снимке, мы видим мамограммы до начала лечения и после начала лечения. И в общем-то всё очень здорово, результаты лечения замечательные, мы видим полный мамографический регресс, скорее всего у этой пациентки будет полный гистологический, патоморфологический регресс. Всё просто замечательно, есть только один нюанс. Когда мы удаляем сектор, совершенно непонятно, мы удалили тот сектор или не тот сектор, где была опухолевая ткань как таковая. Потому что у нас не помечен первичный очаг, и когда мы удаляем сектор, то мы в основном думаем, действительно ли то я удалил или не то, и это огромная проблема. Поэтому, когда мы говорим о маркировке первичного очага, то очень важным моментом является маркировка очага до начала наодевантной терапии. Мы видим снимок, на котором есть опухолевый узел, и мы видим снимок той же самой молочной железы, где есть метка как таковая. Вы видите метку в молочной железе при условии полного мамографического регресса, который в конечном итоге, конечно же, будет подтверждён полным патоморфологическим регрессом. И когда мы видим удалённую опухоль, в центре которой находится метка, которая потом подтверждается с помощью выполнения рентгеновского исследования удалённого препарата, это вселяет успех на то, что операция выполнена радикально, что удалено именно ложе опухоли, которое было изначально диагностировано, и операция является радикальной сама по себе. И, конечно же, в данной ситуации хирург, наверное, будет более рад, нежели он будет удалять что-то непонятное. Некоторые вещи, которыми действительно хочется поделиться, это то, что на сегодняшний день возможна маркировка проекции ложе опухоли на коже с помощью либо данных компьютерной томографии, либо, что любезно делает Катерина Сана, в случае отсутствия метки в ткани молочной железы мы делаем маркировку на коже. Это очень простой метод, может быть не столь точный, как постановка метки в саму ткань опухоли, но на самом деле маркировка на коже позволяет выполнить секторальную резекцию или тот или иной объем сохранной операции, ориентируясь на том, где находится опухоль. Еще очень важный момент, в котором нам помогает как маммография, так и МРТ, это толщина подкожно-жировой клетчатки. На самом деле, как ни странно, для хирургов это тоже очень важный фактор, потому что в зависимости от толщины подкожно-жировой клетчатки, в которой описывается при маммографии или при магнитно-резонансной томографии, принимается решение о том или ином виде хирургического вмешательства с использованием имплантов, потому как техника подстановки имплантов под кожу молочной железы очень сильно зависит от того, насколько выражена или не выражена подкожно-жировая клетчатка. МРТ, кроме описания самой опухоли, очень часто помогает нам, в общем-то, разобраться и в сосудистых задачах, в архитектонике. И это очень часто нужно нам для принятия решения онкопластических операций. Мы видим сосуды, мы видим питающие сосуды, которые мы можем позволить себе сохранить, или мы видим сосуды, которые мы не можем позволить себе сохранить, ввиду соотношения их с опухолевым узлом X, соответственно, не можем воспользоваться тем или иной здоровой тканью молочной железы для того, чтобы переместить лоскут. Очень часто, когда мы говорим о хирургии рака молочной железы, мы говорим еще о реконструкции, о восстановлении ранее удаленных молочной железы или о использовании лоскутной техники одномоментно с удалением первичного очага. Поэтому очень важно в диагностике, в инструментальной диагностике, это определение доминантного перфоранта. Вот как на данной картинке, вы видите, при выполнении компьютерной ангиографии у нас проведена разметка сосудистых на сосудистой сети, которая позволяет взять тот или иной лоскут с боковой поверхности туловища и переместить его на молочную железу, тем самым заместив объем удаляемых тканей. И выполнить так называемые сохранные операции с перемещением лоскута, которые позволяют удалить больший объем тканей молочной железы, но, соответственно, заместить его собственными тканями. Также это нам помогает при планировании торакодорзального лоскута, потому как мы видим питающие сосуды, которые позволяют переместить большой объем собственных тканей. Ну и, конечно же, верхом диагностики компьютерной томографии с использованием ангиографии является описание сосудистой ножки, которые используются при реконструкции из собственных тканей живота, так называемый диплоскут, когда мы перемещаем ткани передней брюшной стенки на место удаляемой или ранее удаленной молочной железы. И здесь без компьютерного картирования обойтись совершенно невозможно, потому что без него невозможно, самое главное, принять хирургическое решение. Возможно выполнять это или невозможно как таковое. Но это вот результат тех самых дипов, когда живот переносится на место ранее удаленной молочной железы. Ну и, как следствие, если выполнено правильное картирование сосудистой ножки, то и меньшая травма наносится на передней брюшной стенке, и, как следствие, конечно же, лучшее заживление, лучшие эстетические результаты. Поэтому, когда мы говорим о реконструкции, то прежде всего мы просим наших диагностов описать толщину подкожно-жировой клетчатки, мы используем ультразвуковое исследование, чтобы оценить вовлечённый скани, мы используем момографию, мы используем, безусловно, магнитно-резонансную томографию, и мы используем компьютерную томографию в виде ангиографии для описания перфорантных сосудов, соответственно, проекции лужи опухоли при необходимости. Большое спасибо за внимание, и, конечно, большое спасибо всей нашей команде, которая дружно борется с этим злым недугом. Спасибо. Продолжение следует...